Привет всем! Меня зовут Лариса Си и вы на канале РЕКОМЕНДУЮ. Культурно отдыхаем, а это значит картинная галерея. Картины в интерьере сегодня в выпуске. Если вас заинтересовало, то присаживайтесь поудобнее, не переключайтесь и поехали! Картины являются мощным источником энергии. Они вдохновляют, успокаивают, создают определенную атмосферу, уют и комфорт. Если встречаете картину, на которую хочется смотреть и смотреть, приобретайте, она излучает нужную вам энергию. Картина создает настроение в интерьере. Картины это завершающие штрихи в доме. Они дополняют и оживляют обстановку. Картина своим сюжетом, цветовой палитрой, манерой исполнения задает тон всему интерьеру, поэтому она должна соответствовать обстановке и не вызывать визуальных диссонансов. Не забывайте, картина должна создавать комфорт. Когда вы подбираете картины для вашего уютного дома, исходите из своих собственных ощущений и не бойтесь экспериментировать. Дом это второе тело человека и все в нем должно быть устроено гармонично. А картины, которые вы выбираете для своего жилища, могут сильно повлиять на то, какая энергия будет преобладать. Ваш дом – многофункциональная среда, и для каждого помещения нужны свои картины. Картины в прихожей. Прихожая – это та часть дома, через которую при нормальном развитии событий приходит квартиру энергия. Символом процветания для прихожей будет являться изображение торгового судна, вплывающего в дом, или дерева с созревшими плодами. Картины для гостиной. Гостиную можно украсить яркими, сочными картинами. Красивый городской пейзаж создаст торжественную атмосферу и будто откроет вам окно в другой мир. Картины для кабинета. В кабинете за спиной хозяина полезно повесить изображение гор – символ защиты и скрытых сокровищ. При этом на картине не должна быть изображена вода. Альтернативой могут служить изображения холмов, домов, замков. Также для кабинета можно использовать картины с видом на море, луг, городские крыши. Эти изображения символизируют перспективу развития. Картины для спальни. Спальня – это то место, где мы расслабляемся и отдыхаем после напряженного рабочего дня. И, соответственно, картины в нашей спальне не должны быть динамичными и агрессивными, такими, как взрывающиеся вулканы, водопады и так далее. Такие картины не дадут вам спокойно отдохнуть. Поэтому в спальню нужно вешать умиротворяющиеся картины. Это может быть небольшая речка с лилиями, пруд или красивое озеро, окруженное березками. Но смотрите, чтобы картина не производила впечатление вялости и застоя. Картина должна производить впечатление размеренной жизни. Также картины с водными пейзажами принесут умиротворение. А спальне хорошо подойдут картины с парами различных птиц, особенно тех, которые традиционно считаются неразлучными и верными. Например, гуси, лебеди, утки-мандаринки. А пара журавлей в спальне будет символизировать удачу и семейную гармонию. Картины для кухни. Для кухни и столовой подойдут картины с изображением еды, свежесобранного урожая, фруктовых деревьев с плодами, полей со спелой пшеницей и тому подобное. Такие картины символизируют достаток и изобилие. Красивая картина с натюрмортом или картина с цветами придадут живописный характер кухни и создадут гармонию изобилия и теплых отношений. Произведения художников всегда ценилось как достойное украшение интерьера. Являлись предметами коллекционирования. И мы сейчас посмотрим потрясающую выставку картин, которая проходит в Риге в торговом центре галерея «Центр» в Старой Риге. Проходимся в галерею «Центрс». Вот такой торговый центр. И здесь потрясающая выставка картин. Посмотрите, как красиво. Я обожаю картины. Их рассматривать. Рига. Описание квартиры. Стоимость. Обращу ваше внимание. Это все маслом. Написано маслом. И вот эта картина. Посмотрите, как красиво. Стоимость 850 евро. Но очень красиво. И знаете, что написано? Деньги с картины жертвуются на строительство храма. 550 евро. Посмотрите, как красиво. Потрясающе. Видите? О, вау. Вау. На холсте. Ой, как красиво. 450 евро. Ой, как красиво. А вот это. Вау. Смотрите, какая красота. 700 евро. А вон сам художник. Представляете? Вот. Очень красиво. Знаете, прям... Изображение цветов на картине, это различные виды удачи. Бамбук и сосна на картине, это долголетие. Изображение рыб и воды, это богатство и удача. Аква. До новых встреч. Пока. Да. Пока. Пока. Смотрите продолжение в следующей серии. Великолепные работы, талантливый, очень приятный и общительный художник. Все красочное и позитивное. Сразу у меня появилась энергия и заряд на весь день. Мне очень понравилась лошадь, вот прямо она моя. А вы знали, что изображение лошади на картине это достижение? А вот изображение цветов на картине это различные виды удачи. Черепаха тортила еще все с вами и рубрика культура. Как вы поняли, сама галерея картин проходила в галерее-центр. Это такой в Старой Риге торговый центр, очень красивый, прям в старом городе. И на этой выставке сам присутствовал художник, с которым я с удовольствием пообщалась. И интервью я снимать с ним не стала, но он с удовольствием сказал, чтобы посотрудничал. Дал визитку свою. Но у него действительно потрясающие работы. И черепаха тортила все еще с вами на связи. Рубрика культура подходит к концу. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал. Ну, хорошего вам настроения, солнечного, доброго, а также добра и позитива в ваш уютный дом. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok